Игорь Высоцкий, житель Симферополя. Делится. Два года назад уже были трудности с водоснабжением, но с ними удалось справиться. Сегодня ситуация с водой в крымской столице критическая. Требуются новые решения вопроса. Из социальных сетей он узнал о прекращении забора воды из Симферопольского водохранилища. Смотря какое будет качество воды. То есть они хотят сделать рекуперацию, чтобы у нас не было сброса лишней воды, потерь, чтобы как-то компенсировать то, что у нас было два года засушливых. У нас просто есть цикличность такая. И засушливые года, и дождливые года. Большая часть воды поступала в крымскую столицу из Симферопольского водохранилища. В предприятии «Вода Крыма» сообщили, из-за засушливой погоды количество воды в водоеме достигло минимальных отметок. Питьевую воду перед подачей из водохранилища жителям хлорируют. И аммиак вступает в химическую реакцию с гипохлоридом натрия, из-за чего и возникает неприятный аптечный запах. Сейчас новые источники водоснужения разрабатываются и подключаются к водоводу Симферополя. Поэтому на основании этого количество воды будет достаточно для населения города Симферополя. А водохранилище, которое именно питало раньше, будет пока отключено, и вода будет подаваться уже с него, когда будет оно наполнено в долгих объемах, и качество будет соответствовать нормальному уровню. Через две недели забор воды из Симферопольского водохранилища прекратится, а в ближайшие дни планируется подключение нового водовода, который будет питать Симферополь с насосной станцией «Веселая». На станции третьего подъема «Веселая» установлено дополнительное насосное оборудование для подачи воды в Симферополь из Веленского и Ивановского водозаборов. Таким образом, потребность в использовании воды Симферопольского водохранилища отпадает. Дауд Чахалов, Максим Голубев, телеканал «Миллет». Симферопольский водохранилища «Веселая»